Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поскольку вы идете, значит, вот, стремитесь в ЕС и НАТО, вам нужно немножко, значит, вступать в англосаксонский мир, и поэтому сейчас отзыв на слоган «Слава Украине» будет изменен, скоро выйдет это самое соответствующее в печати. То есть раньше, сейчас, сейчас, current отзыв — это героям «Слава», а будет «Ukraine has to be split apart». То есть на «Слава Украине» нужно отвечать «Ukraine has to be split apart». А на каком-то языке? На английском. Я скажу, вы идете в англосаксонский мир, в перспективе будете... Это не на английском. А на каком же? А как вы еще рассказали? «Ukraine has to be split apart». А, «Has to be split apart». Вы просто сказали, как будто это на каком-то арабском. Я понимаю, «apart». Нужно быть разделена? Да. Разделена, не позвольствую. Да. Поскольку вы идете в англосаксонский мир, вас нужно брать несколькими штатами, если даже вообще принимать в состав Соединенных Штатов. Это штат слишком большой — 42 миллиона. Нужно брать, блин, штата. Там центральная Украина, штата «Central Ukraine» будет. Это умно. Штат Western Ukraine и штат Eastern Ukraine. Как вот Северная Каролина. Норд Каролина есть и South Carolina. Так и вы будете, тремя штатами войдете в USA. Капец они умные. Американцы, я просто с них в шоке. Вот они построили топ-1 государства мира и, получается, мы будем в топ-2, как минимум, я думаю, после всех этих Ukraine split apart. Конечно, конечно. Я же смотрю американское телевидение, я знаю, что говорить. То есть, погодите. Каждый раз, когда мне будет человек говорить славу Украине, можно будет говорить «Ukraine has to be split apart»? Да. 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 И мне нужно перевучивать всех людей так отвечать? Да. 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 Была же вторая Франция в 1991 году. Проглашали. Украина вторая Франция. Кравчук говорил. Слышите? Президент был первый. Да. Украина будет вторая Франция. А сейчас тенденция такая поменялась. Франция сама там не очень. А сейчас руле до USA будет второй USA. То есть, будет два анклава у штатов. С одной стороны, Аляска, уже существующий анклав, да? Да. А второй анклав будет вот три штата Ukraine. Офигенно. Вот. Будете так. Воу. Я это очень жду, на самом деле. Я хочу, наконец, чтобы... Чтобы к нам пересели негров. А вы из какого города, если не хотите? Это будет Eastern Ukraine. В будущем. Конкретно Харьков? Конкретно Харьков. Да. Харьков. Ну, забывайте этот укромовный сленг Харьков. Литературно Граим на Харьков говорить, а не Харьков. А так... Сори, маленький тест. Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро Завод Малышева? Вы знаете, я там редко бываю, я не знаю. А, в районе станции метро Проспект Гагарина? Там какое-то есть автобусная... автобусная станция, я точно знаю. Там автовокзал номер один есть. А вот между метро, там метро, потом АТБ идет. И вот между... между автостанцией номер один и метро Проспект Гагарина есть железнодорожный вокзал, который называется как? Я не знаю, как он называется. Левада. Ну, харьковчанин должен такие вещи знать. Вы, значит, не знаю. Вы, пардон, не из Харькова. Учитесь, наверное, в Харькове просто. Да нет, я из Харькова. Я просто... я не интересуюсь этим вещами. Ну, Балашовку, допустим, да, действительно, человека, знающий Харьков знает. А Леваду все знают. По Проспект Гагарина, они... хоть ты несколько раз в жизни, да, проезжал и знаешь, что такое. Ну, проезжал, да. Ладно, 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 я понял, да. Харьковчанин... Стекляшку, я знаю. Стекляшку, знаете? Не очень, да, знаю, да, знаю. Не очень знаю, что такое. Ну, хорошо, ладно. Вот там перед стекляшкой есть мост железнодорожный, знаете? Перед стекляшкой? Да. Ну, хорошо, мост для вас сложно. Ладно, забудем. Там нет моста. Раз вы знаете автовокзал, то можно и посчитать, что вы из Харькова или из области, по крайней мере. Да и с Харьковом. Окей, я бы не оспариваю. Да. Хорошо, ладно. Кстати, ну, ладно, это же разворачивается Харьков. Не знаете, вы историю, наверное, не очень его знаете. Но вы хорошо подкованный в перспективной геополитике. Вот что я. Безусловно, безусловно. Харьков будет столицей Eastern Ukraine. Ну да, только называться будет Слабожанщина, штат Слабожанщина. Да. Кстати, неплохо. Да. Вы знаете, я даже думаю баллотироваться в кого-либо. А вот же выбор. Вот в октябре баллотируйтесь. Будете Терехов, главный кандидат Терехов, Допкин и вы будете. Там еще какой-то Фельдман есть. Ну, Фельдман, он не главный кандидат. Это так, это типа как балласт. А вот вы будете наряду с Тереховым и с этим, с Допкиным. Вам в географию Харьков подойдите, все будет окей. Английский у вас хороший. Откуда английский-то знаете? Ой, вы знаете, мне кажется, я родился уже, будучи англичанином. Знаете, хоть я и украинец, хоть и харьковчанин, но я уже был подкован. Потому что я, ну, все эти события сейчас произойдут и как-то нужно же быть подкованным. Откуда вы так знаете хорошо Харьков? Да я из Харькова, потому что. Вы сейчас находитесь в Харькове? Сейчас не в Харькове, но я жил до эмиграции в Харькове. А куда вы эмигрировали? Сейчас живу в Торонто. Ага. А как долго вы, в каком году вы эмигрировали из Харькова? В Пятом. В Пятом. Ну да, не застали вы многих хороших вещей, которые произошли в Харькове? Я каждый год бываю до ковида, до девятнадцатого года, каждый год в Харькове бывал. Я эмигрировал, как Ющенко пришел к власти, я эмигрировал в Харькове. Я в вузе преподавал, как был. Ну, в каком, я вам и скажу, подзапись идете. В одном из технических вузов Харькова. Хнуре? Ну, я вам не буду. Я могу сказать, что я преподавал в физхимии. В физхимии? Да. Да, уже закончил. Хнуре, судя по всему распрашиваете? Хнуре, да. Ну, если Хнуре, значит, вы... Ну, и поздороваться на мове. Это вот все. Ну, и кое-что вставить, надо сказать, не перерыв, а перерыв, например. Да, когда... Ну, не совсем, знаете, все. Многие преподают именно на украинском. Не, ну, смотри, что... Если гуманитарные предметы... В сельхозвузе и Медокучаева и в Присовке преподавали на мове, потому что это естественно. Это язык села. Естественно, там и нужно преподавать на мове. А айтишникам... А айтишникам... Естественно, этом перекрестке... Ну, нет. Тут и следите тихо. Слава Украине, если не нравится, блядь. Украина должен быть сплитом. Воронеж передали в 1922 году в Воронежскую область. А в 1922 году Львовская область где была? В Австром Венгрии. Опа, так это не было еще? Конвенция прошла? В Соединенных Штатах федерализации? Генерации. Генерация федерализации. В Соединенных Штатах федерализации? Да. А как называется? В Соединенных Штатах федерализации? В Соединенных Штатах федерализации? Да. Вот. Вы можете выслушать, а? Ну, корынок всегда писать монстры. В 폭строли. В Киене. В Пиве. Уровень интеллекта у Миколы Рушницына, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороших в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Продолжение следует... Мы сделаем украинским угодом и чиновник. Пытаясь. Да. Да. Украина, кто... О, все зна. Мы по крайнейшему... И по конституции, еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я поверяю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет только Харьковская власть. Субтитры сделал DimaTorzok